На грани нервного срыва мы достигли предела. Германия не может больше принимать беженцев. Нагрузка на социальный сектор слишком высока. Так заявил немецкий министр транспорта, потребовавший на неделе настроиться на закрытие границ. Как пишет Daily Mail, немецкие власти признаются, они не могут найти, куда делись 600 тысяч беженцев из миллиона пересекших границу. То есть, то ли они рассеялись по стране, то ли побежали дальше, то ли регистрировались по нескольку раз, чтобы оказаться гарантированно в выбранном городе. И речь уже идет в том числе и о безопасности, которая слабо согласуется с бесконтрольной миграцией. И эта вилка интересов немцев и немецкой идеи поддержки мигрантов уже привела к самому громкому скандалу недели. Родственники 13-летней немецкой девочки из русскоязычной семьи заявляют, что ее похитили и изнасиловали некие мужчины с темной кожей и черными волосами, напрямую не называя их мигрантами. И при этом бездействие немецкой полиции дало повод пострадавшим заподозрить ее в попытке замолчать ситуацию. Несмотря на заявления родителей девочки о том, что у них на руках медицинские документы, доказывающие, что над дочерью надругались. И принципиальный момент во всей этой истории то, как раскололось общество. Лейтмотивом стало не сочувствие к девочке, а обвинение в адрес тех, кто сделал эту историю достоянием гласности. В том числе и нашего корреспондента в Германии Ивана Благова в разжигании ненависти к мигрантам. И ни слов поддержки в адрес семьи, ни попытки понять, что на самом деле произошло. Мой коллег Георгий Алисашвили разбирался, что в Германии происходит и как ее соседи пытаются спастись от гостей, ставших угрозой безопасности хозяев. Лиза, мы с тобой. Надпись на белых футболках – символ единства. Русскоязычная диаспора в Берлине вышла прямо к ведомству канцлера, чтобы поддержать 13-летнюю девочку, которая заявила в полиции, что была похищена и изнасилована. Услышав, что предполагаемые преступники, судя по всему, мигранты, полицейский не сразу принял заявление. Хотя родственники подчеркивали, есть медицинские документы, подтверждающие факт насилия. Уголовное дело долго не открывали, а потом заявили, что изнасилования вроде как и не было. Но тем не менее расследование продолжили. Поступить иначе просто не могли. Факт сексуального контакта установлен, а это уже преступление, ведь девочке всего 13. Поведение полиции с самого начала вызывало недоумение у родственников. Сперва девочку не хотели слушать, а потом допрашивали три часа. Без адвоката и законных представителей. Замалчивание и противоречивые утечки породили массу вопросов. А была ли девочка? Не врет ли семья? Дошло до того, что жертве преступления самой потребовалась защита адвоката. Если кто-то будет делать какие-то порочащие родителей заявления или девочку заявления, разумеется, мы будем преследовать все по закону через суд. Немножко другой вопрос, будем ли мы выдвигать претензии полиции. Родители не ставят себе такой цели заработать на этом каких-то денег. Поэтому единственное, что они на данный момент ожидают, это извинения. Пытаясь опровергнуть потоки лжи, дядя Лиза обратился к друзьям через интернет, чтобы выйти на контакт с немецкой прессой, до тех пор хранившей странное для такой громкой истории молчание. Это Тимофей, дядя Лиза. Я еще раз всем подтверждаю, что все правда. Сейчас началась активная травля нас. Кто может, подскажите немецкие СМИ, где можно выступить. Но немецкие коллеги и не думали слушать родственников пострадавшего ребенка. Факт насилия ставили под сомнение, а лейтмотив публикаций – руки прочь от беженцев. И даже когда у репортеров появилась возможность лично пообщаться с теми, кто знает Лизу, их интересовало все, что угодно, только не судьба девочки. Это крики наших душ, матерей. Ходят слухи, что нас тут Путин проспонсировал уже. Сегодня мне немецкий корреспондент задал вопрос. Что вы тут делаете? Сколько вам заплатил Путин? Это абсолютный бред. На нашего коллегу Ивана Благова, из репортажа которого десятки миллионов зрителей узнали историю Лизы, пожаловались в Берлинскую прокуратуру. Немецкий адвокат Мартин Людле в сюжете о насилии над ребенком усмотрел разжигание межнациональной вражды. По его логике, если речь идет о преступлениях, совершенных беженцами, правильнее промолчать, а не согласных запугать. Наше посольство, дипломаты, кстати, связались с родителями Лизы, следит за ситуацией. Про подавшего жалобу адвоката Людле говорят удивительно, что юрист сознательно толкает прокуратуру на ограничение свободы прессы. Впрочем, не исключено, что у него здесь свой интерес. Этот господин из южного немецкого городка Констанц, помимо того, что он занимается адвокатской практикой, он еще мечтает и о некой политической карьере. В свое время он даже пытался баллотироваться на пост бургомистра Констанца, но горожане ему не доверили этот пост. Сейчас, видимо, он решил таким, с помощью такого дешевого пиара, таким способом напомнить о себе. Но если историю девочки из семьи русских эмигрантов еще можно попытаться замолчать, то преступления против коренных немцев и немок замять не получится точно. Новогодняя ночь длинных рук в Кёльне, тысяча заявлений в полицию, ограбления, домогательства и групповые изнасилования в толпе. Бежавшие от войны на Ближнем Востоке развязывают ее в центре немецкой столицы. Пока между собой забавы ради. И здесь показательная реакция тех европейцев, которых это сомнительное веселье, пока обошло стороной. У меня такое ощущение, что все эти эпизоды в Кёльне и Берлине срежиссированы. Не думаю, что такое может случиться в Швейцарии. У нас в Швейцарии очень нейтральное положение. Как это обычно бывает, нам требуется время, прежде чем мы сформируем собственную позицию. Но при этом в Швейцарии, так же как и в некоторых регионах Германии, кандидатов на получение статуса беженца обязали платить за пребывание в стране, чтобы хоть как-то ограничить поток. Сама идея принадлежит датчанам. Они изымают у приезжающих мигрантов украшения и наличные. Как результат, в Дании всего 18 тысяч беженцев. В 60 раз меньше, чем прибыло в Германию только в прошлом году. Пока одни формируют позицию, другие спасают своих детей от огня уличного боя и становятся жертвами грабителей, которым пытаются помешать. Преступник с этого видео, как потом установят мигрант, не постеснялся даже детей, которые стали свидетелями избиения матери. Средняя статистическая цифра – это 50% молодежи в Германии имеют мигрантские корни. Это те дети, молодежь, которая уже родилась здесь, либо приехала в каком-то дошкольном возрасте или в младшем школьном возрасте. Германия, в свое время сделавшая ставку на мигрантов, во многом за счет их труда разогнавшая свою экономику до лидирующей позиции в Европе, столкнулась с тем, что не все беженцы одинаково полезны. Европейская толерантность пасует перед нетерпимостью тех, кто пришел в чужой дом со своим уставом. В районах, заселенных беженцами, растет преступность и дешевеет жилье. Что делать, непонятно. Кто виноват, все чаще отвечают канцлер. На Ангелу Меркель даже подают в Конституционный суд. Группа юристов считает, что она лично и ее кабинет нарушили основной закон Германии, пустив на самотек огромную реку беженцев, хлынувших в страну из Северной Африки и Ближнего Востока. Еще несколько месяцев назад Германия была признанным лидером всего Европейского Союза. На Меркель молились. Она была человеком года, может быть, даже человеком десятилетия. Так ее уже начали называть. Просто на Германию равнялись все, даже французы, англичане. И что сейчас? Сейчас можно говорить о том, что северные страны и восточно-европейские страны строят заборы вокруг Германии, чтобы беженцы не перешли к ним. Австрия уже восстановила пограничный контроль и заодно предлагает исключить из зоны Шенгена Грецию за неспособность развернуть лодки с мигрантами. Проверки на дорогах вводит Швеция. Глава Еврокомиссии Юнкер считает под ударом сама идея Шенгенского Союза. Французский премьер Вальц идет дальше и открыто заявляет, над самим ЕС нависла смертельная угроза. О нежелании принимать новых беженцев говорят лидеры стран Восточной Европы и Прибалтики. Принцип европейской солидарности, а это главное, к чему взывает правительство Меркель, очевидно не работает. Общей европейской стратегии пока нет и каждый сам за себя. Шведы размещают ролики в интернете, обращенные к мигрантам. Общий смысл, ехать к нам не стоит, вам придется жить в палатках, в лесу. У нас холодно и вы не сможете носить привычные кеды и шлепанцы. А в британском Миддлсборо, в домах, куда расселили беженцев, установили красные двери. Говорят, ничего личного, просто бизнес, других цветов не было. Но теперь каждый прохожий знает, в этой квартире живет чужак. Акты вандализма здесь уже были. О неприятных ассоциациях власти предпочитают не думать. Вчерашний митинг русскоязычной общины Германии в поддержку девочки Лизы местные СМИ окрестили акцией ультраправых, имея в виду движение против миграции Пегида. На сайте канала РББ репортаж предваряют словами. После ложных сообщений в соцсетях, берлинское отделение Пегиды проводит демонстрацию против мнимого изнасилования. При этом сама Пегида уже официально опровергла свое участие в митинге. Пресса лжет. Пегида не имеет никакого отношения к организаторам. Как плохи дела у прессы, если она дает миру такую ложь. Но спасибо за рекламу. Авторитетная Берлинар Цайтунг про неонацистов не пишет, зато упрямо заявляет. История девочки Лизы. Миф. Лживая демонстрация. Сотни русских вышли с акции протеста против преступлений, которого не было. В данный момент брала репортаж у нас РББ, немецкий канал. Те провоцируют, все сводят на политику. Почему мы приехали сюда, в Германию? Почему мы не смотрим ли русские каналы? Смотрим ли выступления Путина? Как будто зрители российских телеканалов, между прочим, граждане Германии, теряют право на защиту личности. Немецкие СМИ заранее решили, кому сострадать можно, а кому нельзя. Накануне Даггенс Ньюхета, родная из крупнейших газет Стокгольма, сообщила о тайном коде 291. Так, шведская полиция маркирует все преступления, в которых замешаны беженцы. Каждое такое дело проходит под грифом разглашению не подлежит. Слишком высок градус кипения. И похоже, если бы не активность родственников, дело 13-летней Лизы из Берлина также легло бы на полку. Когда мигранты априори над законом, всех, кто выступает против произвола приезжих, проще всего назвать ксенофобами. В Германии это черная метка, получив которую наивно рассчитывают на то, что твой голос услышат. Даже когда речь идет о ребенке, если над ним надругались те, о ком нельзя говорить. Георгий Алисашвили, Федор Сухарников, Анастасия Берестенко, Воскресное время, Первый канал.